выку дереву завалили блин 6 кабаны с разгонка ну да посмотрим с этой стороны были с этой стороны я блять с этой палкой с тенью здесь вообще него не вариант если вот так вот да давай вот так вот так вот не отсвечивает опять подарили но мы либо city кок у него заберем блять либо бабки но он сказал нихуять не ваттопать city кок пока он нам деньги не оттаспать для надо еще короче ну вижу это просто тень она сейчас будет кадр поэт навкал будет плохо смотреться еще вот так разворачивать коробку на себя разорвал вот так давай скажи когда уже все друзья всем привет женек люксвилл на связи а это значит что сегодня будет что-то интересненькое мы короче вот вы помните наши видео с city коком и мы туда ворвались и всех порвали я думаю там вот в свое время с самокатами просто в щепки все разлетелись и вот сейчас мы начинаем разрывать тему с электровелосипедами вы кстати у нас просили что ребят давайте значит электровелосипеды посмотрим вот начинаем смотреть и как всегда приходится начинать как работник в макдональдсе самого дна не знаю можно ли про этот велосипед сказать что это самое дно но цена в 47 тысяч небольшим все таки ну настораживает электровелосипед и всего лишь 47 тысяч рублей ну давайте открывать коробка кстати кажется вот такая огромная давай покажем ее размеры я думаю с этой стороны нет вообще размеров нигде нет короче размеров нигде нет это плохо для транспортировки непонятно ну вот такая вот она ну реально большая я думаю что метра полтора она длиной высоте практически метр вот но и в ширине сантиметров 25 а то и 30 вот но при всех вот ее габаритах она легкая весит всего лишь ну все цело 30 кило сам велосипед внутри весит 28 килограмм давайте смотреть первое что мне бросилось в глаза шикарная белая корзинка ой смотри ребята смотрите и сидушечку с ручкой и название название хиндзе ну или как правильно к синдзе ну короче кому как ближе тот так и назовет видимо китайцы не слышали что как корабль назовешь так он и поплывет особенно надпись под жопой хиндзе ну не знаю ладно давайте смотреть такая корзина что хорошая корзина между прочим не просто там как это ну смотри какая сваренная плотная вы обалдеть чё за трубы вот ну весит да практически ничего она не весит и спинка 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 кстати говоря я думаю именно вот к заднему наверное седлу ну да то есть вот сюда вот она бах вообще посмотрите вот эти вот покажи ребятам хромированные подножки это что-то с чем-то и кстати уже отсюда вижу знаете вот раньше вот шторы такие в деревнях висели тюль-тюль вот такая вот просто покажи вот отсюда сами знаю будет видеть это весело лишь у колеса есть тюль были выглядит на самом деле необычно но они обычно для нас в китае то это все как бы по ряде вещей кстати вот опять вижу косяк но это чего дела то я думаю конечно мы сегодня проверим обязательно потому что мы сейчас все распакуем а потом покатаемся и я думаю что вот сюда ну совершенно спокойного тут при тряске вот откроется да а вот в такую например вот щель ну яйца вылезет вылить просто это будет мне не знаю ну реально что сюда еще может вывалиться батончик шоколад я не знаю там все что угодно сюда можно сюда вообще пивная банка мне кажется может ускользнуть расстроиться будет ладно смотрим упаковка ну все целы конечно упаковка отсутствует вот вот но вот такие вещи как грипсы руля вместе с тормозными ручками защищены рама потому что она хромирована и очень крутая вот я отсюда вижу надеюсь вот это не пластик это пластик вот но надеюсь рама не пластиковая но нет пластик только вот здесь декоративных вещах в основном это алюминий кстати сами тоже покажи везде есть так называемый вин номер то есть впоследствии кстати здесь в номер а сзади под сидушкой есть табличка под номер вот это говорит о чем что на самом деле производитель изначально заложил сюда функцию постановки на учет то есть наверное скорее всего или может быть точно в китае это уже работает или может быть еще на каком-то рынке европы но в россии пока это не работает но думаю скоро это лазеечка прикроется поэтому пользуемся пока можно вот давайте посмотрим значит я думал то зарядка а нет цыганские бубны давайте смотреть на самом деле видите написано 60 вольт 2 ампера а тут что за я знаю это наверно владимир подшутил в 1 вида помню ты скажи там зарядка нормально нормально нет неправильно говоришь сейчас должен сказать как это нормально ладно снимаем шапочку душевую вот вижу отдельное колесо смотри нас распаковку впервые происходит по частям я просто достаю из коробки и посмотреть как красивый диск даже вот здесь вот вот этот вот алюмин наверное же это да ну да очень легкое колесо смотрите как блестит переливается какой то это самый гравировочка но выглядит неплохо на самом деле тормоз барабанный вот сейчас владимир в лесу знаете как будет в лесу стоял страшный мат потому что владимир собирал велосипед я думал педали прикрутить надо но подожди подожди вот с другой стороны сайт обрати внимание вот знаешь как советском союзе было когда приезжала вещи за границы всегда было круто гордиться тем что у тебя прямо от оттуда из чехословакии а вот сейчас как вот считаете вот напишите в комментариях ребят вот когда у вас на вашей технике написано вот такими вот иероглифами круто это или типа будут все смотреть что за хрень китайскую ты купил может это япония или корея сам я сразу лазейку нашел ну ладно но выглядит так все нормально без претензий в принципе ну я бы знаешь как сказал вот знаешь саня у меня сразу напрашивается что несмотря на иероглиф выглядит по-русски ну согласитесь да вот вот этот вот колодочке марина колодочка вот это вот топорная работа такая смотри покажи лодки большие достаточно смотреть ну так барабан ну в барабане есть несколько своих преимуществ во первых этот тормоз тормозит всегда вне зависимости проехали вы по влаге по маслу грязи или еще по какому-либо какашкам каким-то вот всегда этот тормоз работает а второе все-таки тормозные колодки у такого тормоза изнашиваются действительно долго вот это конечно плюс ну чё давайте дальше вот сверх технологичная упаковка вот она она отгораживала значит колесный диск от рамы чтобы они так сказать не соприкасались вот вижу провод не набалдеть вот на заряд отдельно валяется но это я уже сказал привет владимира просто штеки торчит вытащу чтобы вот такая зарядка ну самая-самая стандартная с охлаждением с вентилятором как уже было показано ранее 2 ампера одну стандартную на самом деле я бы вот знаете как дело вот вот такие зарядки мне кажется вот сразу при покупке нужно менять на что-то качественно чтобы не рисковать как считаете напишите в комментарии имеет это смысл или нет и боже мой вы не поверите я вижу подставку для ног переднего соответственно водителя пассажира да как на сити коки или на каком-то скутере что для чего она типа типа знаешь если у тебя на педалях ноги устали ну вот ты такой вот окей давайте доставать вес в общем-то всего собранного электро велосипеда я еще раз напомню 28 килограмм вот я сейчас вот достаю и сразу сразу смотрите сзади есть вот это вот произведение так сказать искусство да вообще на самом деле я очень сварил этот велосипед он как будто родом из за 70-х что ли да с хромированные крылья вы вообще когда вот когда вы мне скажите в ближайшем там сказать прошлом видели хромированные крылья я уже не видел лет двести хорошо я просто впервые его вижу я не смотрел что мы едем обозревать но ты кстати вообще не заворачиваюсь ну вот это вот про про то тут я нанесет какой-то какую-то нагрузку смысловую как вы думаете ну нет ну не да то есть это просто грязище может быть крыло держит может быть знаете как вот здесь сидит ребенок представьте и он может ну своей несмышленой ногой или ножкой залезть вот туда вот в колесо ну да наверное да но это бы было бы актуально если были бы вот такие спицы вот саня еще раз покажи вот вот такие спицы да и туда как бы ногах но ну как бы на стиль дизайн ну дизайн тоже мы будем давайте давайте считать так что это реально работает когда ребенок здесь вот чтоб ножка туда вот как бы не попало вот это вот история здесь нужно давайте возьмем это так сказать за истину последней станции и теперь внимание ребятушки я хочу снять этот велосипед с подножки потому что подножка как у какого-то заправского такого мотоцикла из прошлого знаете такой вот прям вот ну конкретно и посмотреть то здесь можно чисто колесо даже поменять вот на этой подножке настроить регулировать цепь ну кстати да о кц цепи тут знаете да не но все-таки давайте сложим да вот уберем подножку я бы честно говоря не знаю 1 нажать до хэсэ ну все правильно в период должна уходить давай подожди подождает и подниму что-то не сломали ничего принципе можно пахать огород а можно одна рачит да нет сломаешь не насколько я понимаю вот так это должно быть а еще складу вперед я так смотри о ништяк такой ретро ретро этот блин ну выглядит сайт выглядит мило да и вот 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 это вот конечно блин ну конечно сделано оно все как бы знаете как первый блин иногда получается как бы ну таким самым поджаристым не будем говорить комом вот но все равно мне кажется ведь что достойно сейчас мы попробуем и конечно ходу а вообще если подумать вот смотри здесь хоп блокиратор колеса смотрите как то есть я думаю что на самом деле это в китае вообще давно наверное такие велосипеды уже как бы выпускаются потому что и вот эти вот фишечки и же не придумаешь за один день раз был киратор колеса причем сзади вот мы говорили только что ребенке да но посмотри какое длинное сиденье оно больше чем ну водительское сиденье да она не шире но тем не менее вот по задней части в принципе все здесь ничего такого подножки которые не убираются но они не выступают за габарит вот передних педалей но тем не менее подножки я думаю тоже удобны но мило мило это все выглядит я думаю что если вам нужно что-то такое чтобы произвело впечатление вот на нас сейчас это произвело впечатление мы в восторге я думаю так то есть равнодушность среди присутствующих на ретро какой ну вот я тоже смотрю причем вот брызговик ну как все делают обычно пластик уже давно пластик какой-то неприглядный да здесь смотри об своим к синдзе ты видишь то есть это отдельно к синдзе вот ну покажись они резину резин кстати мягкая резин хорошая вот это точно плюс это я вам однозначно говорю потому что именно такая резина стоит например на недавно нами рассмотренном куги в один на велосипеде вот там можно было вот это колесо 14 дюймовый качать даже до 3 там и трех с половиной атмосфер мы пробовали и она все равно оставалось мягким то есть это говорит о чем что в отсутствии амортизации все равно сама резина амортизирует то есть обеспечивать плавность хода это хорошо сзади тормоза сан тоже показывает это барабан ну вот то есть спереди и сзади барабанные тормоза вот это хорошо на самом деле вот давайте откровенно в наших вот реалиях это хорошо ну то есть подвески тут нету подвески тут нету только за перед спереди спереди вилку что дойдем до перед до передней части сзади ничего нету то есть сзади я так понимаю ну вот это вот жесткая конструкция она служит во первых облегчение веса понимаешь да то есть это все легкое это все алюминий вот видишь это все алюминий да вот видно следы транспортировки ну это кстати вот здесь вот смотри сами покажи поближе прям как будто бы ее пилили ты видишь вот ну какой-то такой косичок ну вот здесь аккумуляторная батареечка вот при этом видите да есть снять вытащить поставить назад такой вот глазок дверной это зарядку уже подгорело что за почему кстати я замечал что когда ставишь на зарядку даже сити кок да есть вот такой вот щелчок чик и когда аккумулятор ставишь обратно подключая провод питания тоже есть этот точек почему так происходит потому что токи больших на 60 вообще вольт вот этот аккумулятор 10 ампер часов вот 60 вольт ну-ка он заряжен сейчас да отлично давайте я вот сейчас вот немножко отключимся от внешнего вида этого электро велосипеда и быстренько пробежимся по характеристикам ну коли мы уже затронули аккумулятор аккумулятор 10 ампер часов на 60 вольт этого будет хватать вот чисто чтобы назад нажать гашеточку и катиться 30 35 километров как уверяет нас производитель но мы все с вами как бы уже опытные ребята видели знаем я думаю что километров ну потолок 20 если на нем будет ехать саня и как бы вот в прогулочном режиме вот так чтобы знаешь едет 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 и так пешеход так вот рядом но это же велосипед на нем никуда гнать как раз так и надо я думаю что да потому что ну колеса все-таки небольшие и при этом крутить педали надо педали все-таки крутится саня именно когда ты заходишь в горку потому что мотор установлены сзади электромотор 500 ватт понятно что его будет недостаточно для каких-то крутых подъемов нет ты не понимаешь что велосипед он изначально создан что все-таки крутить педали а мотор для того чтобы тебе помогать именно в этом суть именно именно в этом суть электро велосипеда что все-таки педали крутить короче ребят у нас внутри компашки возник спор напишите в комментариях для чего все-таки электровелосипед но он а для того чтобы кататься электромоторе и только в крутые подъемы использовать педали либо вариант b соответственно александровский вариант это все время кататься на педалях делать те нехер купить электровелосипед и только изредка включать электромотор чтобы так сказать ну дотянуть себя в горку полегче или там еще где-нибудь в лесу в грязи да ну так вот я думаю но мне кажется это абсурд потому что ну как бы на хрена ему тогда 35 километров пробега 500 ватное колесо и ну как бы аккумулятор в 10 опера давайте ребята мы может голосовал к устроим еще давайте там в комментариях я у тебя все прочитаю подсоединюсь и ладно первым значит что мы мы рассказали что мотор 500 вот еще раз повторю аккумулятор 10 на 60 вес устройства 28 килограмм вы видите что собственно два сиденья спереди и сзади уже все установлено с подножками вот грузоподъемность кстати грузоподъемность вот здесь вот производитель не поскромничал до 200 килограмм и кстати я впервые вижу что производитель указывает так сказать минимальный вес который может ехать на этом велосипеде это 30 килограмм ребят то есть если ваш ребенок меньше тридцатки не для него колеса короче говоря 20 дюймов это 50 плюс-минус один сантиметр диски литые выглядят красиво сани еще раз покажи вообще весь сама вот весь вот этот электро вилл он как будто бы знаете такой настоящий то есть он весь вот металлический и с отсылом вот туда в прошлое сразу косяка по конструкции такой не складывается не складывается то как есть вот такой вот и есть ладно давай переднюю часть рассмотрим